26 апреля исполнилось 137 лет со дня рождения поэта, публициста и писателя Габдулы Тукая. В столице Татарстана множество исторических мест, которые связаны с жизнью и творчеством татарского поэта, и его день рождения также считается днём родного языка. Студентами Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета была сыграна постановка в память Габдулы Тукая, в которой нам показывают последние дни жизни Тукая, когда он заболел и решил отправиться в Санкт-Петербург. История такая, что Тукая всем друзьям сказал, что он поедет в Уфу, в Ашкирию, но по пути решил в Питер поехать и неожиданно приехал сюда, в Питер. И тут его встречают местные татары, которые следят за его творчеством и, конечно же, хотят его показать врачам. Юноши справились безупречно. Я уже смотрю эту постановку дважды. Первый раз я смотрела в литературном музее имени Габдула Тукая, а уже сегодня я вновь убедилась, что наши актеры блестяще справились со своей задачей. Габдула Тукай — многогранный поэт, у которого множество произведений, и каждая из них воспитывает разные. Будучи идеалистом и романтиком, его куда больше интересовало бескорыстное служение народу. И сейчас к его творчеству и личности относятся бережно и уважительно, считая, что именно с Тукая начинается патриотическое воспитание. Большая история, поэтому пусть его изучают, а я как зритель, как любитель поэта, буду считать его стихи. Во-первых, его заслуга в том, что он начинает, он начинает, зачинатель, скажем так, татарской реалистической, демократической татарской поэзии. Во-вторых, он начинает направление татарской литературной критики. И Тугантел, и Матуртел, Энкэм, Энкэмнэнтэле. Творчество поэта оставило не только след в истории, но и в душах людей, которые обращаются к его произведениям в самые разные этапы своей жизни. Очень важно суметь сохранить культурное наследие, чтобы целые поколения помнили и знали, кем был Габдула Тугай. Диана Агнест, Универ Ньюс. Диана Агнест, Универ Ньюс.